Как должны действовать предприниматели, какие нужно использовать инструменты, чтобы стать экспортером? Эти и другие вопросы по теме внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 обсудили на совещании в Архизе. В нем приняли участие министр экономического развития СКФО, федеральные эксперты и руководители профильных структур. Альвина Ламкова подробнее. Совещание, где обсуждалась тема внедрения регионального экспортного стандарта 2.0, не случайно состоялась в Архизе. Это молодой курорт, который открыт в 2013 году. Он развивается, расширяется и строится стремительными темпами. Здесь каждый понимает, успех его бизнеса зависит от сферы предлагаемых услуг. Вывоз из страны туристических впечатлений сопровождается ввозом туристам денег в страну. У СКФО очень большой потенциал экспортный. И не только в сфере товаров, работ. У нас еще и услуги. И сегодня как раз таки то место, где мы проводим наше с вами совещание, это яркий пример. Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 разработано российским экспортным центром. Они предлагают набор инструментов, позволяющих региону создать экосистему в субъекте, чтобы компаниям было комфортно экспортировать. Для этого в нем учтены все сопутствующие риски и проблемы, которые они подробно разбирают на таких мероприятиях. Например, 80% успеха в малом и среднем бизнесе. Найти правильного партнера. Все остальное техника. Конечно, важны и кадры. У нас есть указ президента, в соответствии с которым мы должны за 10 лет увеличить объем несырьевого неравидического экспорта на 70%. Задача непростая, но мы планируем с ней справиться. С момента сотрудничества с российским экспортным центром работа в этом направлении стала осуществляться активно. Экспорт произведенной продукции вырос на 30%. Это уже результат, о котором можно и нужно говорить, отметил министр экономического развития республики Алина Кохов. Наша задача, которую перед нами ставит глава республики, это даже не то, что оставить на том уровне, а чтобы у нас ежегодный прирост был 15-20% и данный потенциал у наших предприятий есть. Развитие экспортного потенциала – это в первую очередь развитие экономики субъектов в том числе. Соответственно, мы на сегодняшний день уже провели большую работу. Экспортный стандарт состоит из 15 пунктов и больше половины уже внедрен в работу. Из многих тех пунктов, которые должны быть исполнены, реализованы в рамках стандарта, они уже большинство реализованы. У нас порядка больше 60 экспортно-ориентированных предприятий. Это и производители минеральной воды. Они уже успешно захватывают зарубежные рынки. Колоссальная работа ведется и со стороны изготовителей стройматериалов. Они помимо расширения российского рынка ведут курс развития на зарубежные. В этот список можно добавить и продукцию, производимую в области промышленности. Они уже выходят на рынки ближнего зарубежья. В перспективе – европейские. В этом году экспортный стандарт планируют внедрять в 40 регионах. Большинство субъектов СКФО это сделают в следующем году. В их списке – Северная Осетия. Сегодняшнее мероприятие для нас очень важно и актуально, поскольку дальнейшие наши действия и понимание, как это все применять на практике. После обсуждения такой важной темы, как внедрение регионального экспертного стандарта 2.0, каждый участник мероприятия отметил для себя свою точку роста в этом направлении. Методы развития экспертного стандарта у всех регионов и потенциал разные, поэтому будут адаптировать под свой субъект. Например, в нашей республике одним из направлений в этой теме будет служить сфера туризма. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Архиз.